Оформление студии программы Новый день. Цветочная мастерская. Фрэш. Всем приветик! Привет всем! Сегодня четверг, 11 октября. В студии программы Новый день. Яна Попова и Зимник Женя. Привет! Мы сегодня говорим о людях, которые преданы своей профессии, благодаря которым спасено немало, жизни не один, десяток, не два и даже не три. Да, сегодня речь пойдет о спасателях. Все дело в том, что к нам в студию пришло душераздирающее письмо о том, как была спасена одна ангарская семья. Они чуть не потонули в бурных реках Китоя. Мы сегодня подробно обсудим эту ситуацию. Как вы уже поняли, спасатели сработали оперативно, несмотря на то, что их корпус от места происшествия находится в нескольких десятки километров, очень довольно-таки далеко. Но, тем не менее, все-таки человеческая жизнь оказалась настолько для них важна. Это все-таки их работа, но они выполняют ее просто блестяще и, наверное, с какой-то душой вкладываются в каждую историю. Вот, поэтому сегодня у нас в студии встретятся и спасатели, или спасители в данном случае, и спасенные. Да, хочется отметить, что спасатели – это настоящие герои, потому что им приходится вот в себе объединить. И спасатель, врач, водолаз, психолог – все эти пункты должны сочетаться в одном человеке, чтобы грамотно оказать помощь. Работа у них, в общем, опасная и тяжелая. Об этом мы расскажем чуть позже, встретим наших гостей, с ними побеседуем. А пока Ника Кондратьева в рубрике «Ну и денек». Всем привет, дорогие мужчины! Как вы отнесетесь к тому факту, что сегодня Международный день девочек? Я предугадываю ваше возмущение, мол, немного ли праздников у прекрасной половины человечества, или вот такие слова. Ну вот именно у девочек, а не у женщин, а значит и подарков не нужно. Но тут есть беспроигрышный и непобедимый аргумент. Вот так вот, значит, да, вот сам себе обед и готовь. Иронично, не так ли? А на самом деле не нужно дарить никаких подарков. Ой, чувствую, меня сейчас дамы осуждают. Но ведь правда, чтобы отметить такой праздник, можно просто порадовать саму себя. Например, в 1989 году в такой же день дамы могли порадовать себя секретами Афродиты. Экспериментальный семинар для девушек под названием «Секреты Афродиты» научит прекрасных дам ориентироваться в косметических средствах и делать красивый макияж. Также модельеры научат правильно и красиво одеваться. Думаю, что это полезно. Женщине легко поддается обучению и воспитанию. И если грамотно поставить ее в нужное русло, то может получиться идеальная супруга и прекрасная обворожительная девушка. А вы бы хотели бы принимать участие в создании каких-либо молодежных организаций? Если да, то добро пожаловать в 1986 год. 11 октября в ДК «Нефтехимиков» проходит круглый стол, где вы можете высказать свои мысли и пожелания о создании городского молодежного центра. Каким бы вы хотели его видеть? Пожалуй, я бы предложила в таком центре разбирать какие-нибудь основы этикета, поведения и даже правила семейной жизни. А еще было бы здорово развивать какие-нибудь необычные навыки. Допустим, говорить задом наперед, писать двумя руками одновременно или петь с закрытым ртом. Я пошутила, конечно, но мало ли вдруг пригодится. Да, да, вдруг пригодится. Как считаете, когда наступает пара праздников, какие подарки ждет дама вашего сердца? А вот некоторые хотели бы, и это правда, получать подарок, полезные для дома материалы. Такие как раз выпускали в 1969 году. Это я в статье прочитала. Сейчас завод товаров народного потребления Ангарска выпускает 86 номинований продукции. В этом году на прилавках можно увидеть 14 новинок для дома и хозяйства. Порошок-чистоль, автомыло, моющее средство Диана, растворитель синтетических красок и эмалий, стаканы для карандашей, овощемойки и другое. Представьте, 31 декабря, Новый год, коробка с подарками под елкой. Открываешь ее в ожидании увидеть там дорогое колье или новый афон. А там моющее средство Диана и стакан для карандашей. Обрадовались бы? Я уже представила, как мужчина, если сделает такой подарок, оправдывается. Ну а что, тебя зовут Диана, средство тоже Диана. Считай в твою честь, прикольно же. Интересно, были ли реально такие случаи? В общем, всех девочек с праздником. Не ждите подарков, их приятнее получать, если они неожиданные. Увидимся в новом дне, пока-пока. 11 октября, то есть сегодня, отмечается очень важная дата, Всемирный день зрения. Всего в мире насчитывается 37 миллионов слепых людей и еще 124 миллиона с плохим зрением. В глобальных масштабах основными причинами нарушения зрения являются близорукость, дальнозоркость, астигматизм и катаракта. Яна, у тебя хорошее зрение? В принципе, да. Вот у меня с, так сказать, с частым использованием гаджетов различных, зрение ухудшается. У меня тоже недавно, вот я проверяла, у меня всегда было стопроцентно, сейчас один глаз, по-моему, правило, она мне сказала 0,5, что ли, врач говорил, я не помню уже. Но на сегодня будет с тобой возможность проверить зрение у друг друга. Еще такие существуют заболевания, как глаукома, это группа глазных заболеваний, характеризующая постоянным или периодически повышением внутриглазного давления. А сейчас рубрика, которая вот напрямую связана со зрением, потому что называется она «Я это видел», а представляет ее Вася Татаров. Хеллоу, за окном 11 октября, с вами Вася Татаров, я это видел, а что именно, сейчас расскажу поподробнее. Судьба любит смельчаков, а Нил Амстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, и мало кому известно, но с какой ценой астронавту дался такой шанс, который стал большим скачком для человечества. Фильм «Человек на Луне» – драма, комедия и биография. Понятно, что картина обещает быть проникновенной и драматичной, ведь за дело берутся обладатели премии «Оскар» режиссер Демиэль Жазель. Фильм, одержимый со своей старой командой, подаривший зрителям нашумевший «Ла-ла-ленд». Роль известного астронавта досталась новоиспеченному любимчику режиссера Райану Гостингу. Картина «Ла-ла-ленд», а жену Амстронга сыграла британская актриса Клэр Фой. Лента «Дыши ради нас». Фильм основан на биографии Нила Амстронга, написанной Джеймсом Р. Хансен. Кинопремьера рассказывает истории первого человека на Луне под другим углом, показывая, с каким трудом Амстронгу удалось стать тем, кем его знает весь мир. Большой шаг для всего человечества и огромнейший для самого астронавта. Человек на Луне Эх, как классно, что у нас есть свой родной Юрий Алексеевич. Просто у меня понятие «космос», то сразу Гагарин. Николас Кич возвращается. Наверное, эта новость будет хорошая, а то в последние годы актер не так блестяще себя показывал. Поехали. Следующая картина «Мэнди». Вторая наша картина ожидается как боевик и ужасы. Действия фильма происходят в 1983 году. Тихой жизнью в идиллии, практически на фоне дикой природы, живет счастливая семья и сурового, но доброго в душе дровосега Реда. Его красивой и нежной жены Мэнди. Конечно, все мирно не могло закончиться. По соседству с милой парой поселились байкерская банда, которая еще является сектантами и нарушает все законы бога и человека. И вот дернула их нечистая сила покуситься на Мэнди. Девушка как раз не вовремя вышла прогуляться в диком лесу. Великий и ужасный лидер банды и верховный жрец культа оценил красоту супруги Дровосека и приказал своим злобным приспешникам похитить девушку. Ее накачали наркотиками и ритуально приносят жертву путем сожжения. Жесть. Естественно, узнав судьбу, наш герой Николас Кейдж, возлюбленный, озлобленный, дровосег берет топор и идет объяснять байкерам, насколько они ошиблись. Вау! Жесткий сюжет. Конечно, выглядит все очень даже угодно. Давайте оценим. Третья наша картина, в главной роли которой Крис Хемсфорд, всем известный Тор из вселенной Марвел. Семь незнакомцев, у каждого из которых есть своя тайна, встречаются в запрошенном отеле Эль Рояль на озере Тахо. В этой ночи у каждого будет шанс на искупление, предо чем пойдет все к чертям. Поехали! Третья наша картина, ничего хорошего в отеле Эль Рояль. Триллер-детектив. Зрители вместе с героями детективного триллера попадают в 1969 год. Весьма разношерстная компания незнакомцев останавливается в отеле Эль Рояль на границе Калифорнии и Невады. Все не скрывают свои собственные тайны и не спешат довериться друг другу. Ситуация накаляется, когда в отеле появляется загадочный лидер культа. Опять культ? Опять? Я же и в прошлом фильме об этом говорил. Что происходит с голливудскими режиссерами? Четвертая наша премьера российская. Иван Курский снял уже второй фильм на базе объединения «Газголдер». И второй фильм будет рассказывать нам истории самого «Газголдера», как в них все начиналось. Фильм «Клубаре». Фильм рассказывает не про музыканта, а про промоутера, который с этими самыми музыкантами и творческим бизнесом и работает. Артур, а именно так зовут нашего главного героя, находит богатого бизнесмена Цукерберга, однофамилица, кстати, создателя в фейсбуке. И разводит его на инвестиции в новый модный ночной клуб. Как только бизнесмен дает первый взнос на строительство, дают знать о себе и старые проблемы Артура. Его задерживают полицейские за старые грехи, а там еще и с деньгами какая-то проблема. В общем-то, запутанная история. Впрочем, с этого проблемы незадачливого промоутера только начинаются. И его ждет много-много непривиденных сложностей. В принципе, для истории довольно-таки неплохо, годно. Оценим и вы, особенно фанаты. А сколько это стоит, тебя не интересует? Саша, а сколько же тогда стою я? Их, Леночка. Да... Ну вот и все. Нас ожидают четыре интересные довольно-таки картины, уже вам решать, на какую картину пойдете вы, либо вы пойдете все вместе на все фильмы. В общем-то, пока, друзья. До следующей недели. У нас в гостях Евгений Федоров, это спасатель второго класса юго-западного поисково-спасательного отряда Майя Наталья Флейшнер и маленькая Маша. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже успели Жене анонсировать, что к нам в гости придет сегодня вот такая целая делегация. Майя Наталья, хочется послушать вас, вашу историю, такую непростую, как пришлось, в общем, наших уважаемых гостей спасать. Ну, в нашей жизни впервые такое случилось, мы как бы такие очень аккуратные люди. Ну, так получилось, что мы поехали в конце июня отдыхать, вот, на речку Китой на нашу, все ездят ангарчане туда, вот, и мы с мужем поехали на лодке сплавляться, потому что мы достаточно часто это делаем, ну, потихо, спокойно в воде, мы как бы не экстремалы, обычные туристы, как все, вот, а мы утром, получается, выехали, немного совершенно проплыли и остановились на острове, а Наталья с Машей, они приехали туда к нам отдыхать с поселка, садоводства СНТ «Строитель-1». И там просто достаточно привлекательное место для отдыха, и все его знают в городе, там хороший лягушатник для детей, то есть мы выбрали для этого, ну, хотелось летом отдохнуть, вот, и не рассчитали, условия погодные, откровенно не рассчитали, мы даже не подумали об этом, потому что было очень солнечно, жарко, тепло, спокойно, такой чудный был день, мы вот так классно провели, а вечером уже, когда мы начали, думали заночевать, вообще хотели заночевать на этом острове, а Наталья у нас видит, что, она говорит, «Май, у нас вода поднимается», я говорю, «Да ну, ну, иди смотри», мы даже колышки поставили, она говорит, «Май, смотри, как сильно, я боюсь, все, у нее страх сразу, и все, а муж мой уже, мы уже все приготовились, мы уже лодку сдули, мы уже все-все полностью готовились там спать, палатку расставили, естественно, вот, вот, и она говорит, «Все, я не могу, я не буду здесь спать, я боюсь», и все, и поехали, все, и поехали. Мы, когда днем перевозили тоже с того берега, муж мой перевозил Наташу с Машей на лодке, он пешком ходил по протоке, то есть, воды было буквально вот чуть выше колена, то есть, если брать эти сапоги, просто обычные, длинные, как рыбаки носят. Мы вообще не ожидали, что такое может быть, и что наша речка такая коварная окажется, и непредсказуемая. То, что произошло потом, я до сих пор вспоминаю, у меня вот такое чувство, что как фильм ужасов на его, потому что их буквально в мгновение подхватило водой и понесло да так быстро. Я стояла, и просто у меня на глазах они уплывали, вот этот открытый китой. Мой муж болтается за бортом, Маша с Наташей в лодке, при этом ни одна, ни вторая не умеет плавать. Это был ужас, настолько было страшно, и, конечно, в тот момент у меня в голове одна только мысль, как спасти их. Я, естественно, позвонила в МЧС, само собой, у меня другого даже выхода не было. Ну, конечно, Наталья молодец, наверное, сама сейчас расскажет, как она там выгребала. Да, Майя рассказывала, что, говорит, моя сестра, это героиня, что за ветки цеплялась за берегом. Рассказывайте, Наталья. Я его попросила не лезть в лодку, потому что он лодку перевернет, и мы тогда уже не спасемся с дочерью. Поэтому я ему сказала, держись, дыши. Машу посадила вниз, дала ей сумки и самостоятельно взяла за весло. Вы не запаниковали, это самое главное. Да, я не запаниковала, я приняла решение для себя, сгруппировалась, то есть это был первый раз в моей жизни, надеюсь, единственный. Вот, взялась за весло, попыталась грести. У меня очень плохо получалось, но я видела течение быстрое, поэтому нужно было применить максимум своих женских сил. Вот, и когда я уже причалила, можно сказать, какой-то суши, я цеплялась ветками за ветки и тянула за собой лодку, дочь в лодке и Сашу, который... За лодкой. За лодкой, да, плыл за лодкой. Ну, вот таким образом мы вылезли на этот островок и так оказалось, что это опять остров. То есть я думала, что это все-таки уже суша, что я все-таки уже все немножко... И когда мы поняли, что это остров, здесь, конечно, уже паника и мной овладела. Вот, мы сели... То есть он тоже тянуть, да, начал? Да, да. Связь практически заканчивалась, старалась связь с ней тратить, чтобы хоть какие-то моменты были, но опять же принимала какие-то решения, что даже если мы заночуем все-таки на этом острове с ребенком, получится так, у меня с собой был репеллент, то есть я обработала все от осекомых и сидели, ждали. Думано, что если даже это будет ночь, переночуем, а утром буду звать людей, которые у нас через протоку, ну, видно, что там жители дачных садоводств. Получается, вы же остались одна? Я осталась на тонущем острове, а не на том, на другом острове. У вас была связь в том? Ну, у нас маленько были там, совсем оставалось маленько зарядки телефонов, но до нас, слава богу, дозвонились, и уже когда ребята приплывали с того берега, с другого на лодке на моторной, я там кричала, бегала по этому острову, фонариком мигала, чтобы они меня нашли. То, что у меня было вот для меня таким удивлением, что меня моментально успокоили, моментально. Они настолько умеют обращаться с истерящими, а я-то была в истерике полной. То есть, четкие указания, и я так быстро, ну, как бы, у меня сразу все прошло, и они приехали на этот остров, к нему подошли, забрали Наташу, Машу, успокоили ребенка, всех успокоили, всех забрали, даже лодку нашу резиновую загрузили, всех, в общем, забрали, всех вывезли на большую землю. Мы, когда уже были на берегу садоводства, строителей, день, время было уже 11 часов вечера, то есть, была тьма кромешная. Вы были вдвоем с Александром Сидоровым, правильно говорю? Что вы помните об этой истории? Ну, повседневно, дежурная смена, дежурные, выездили на выезда, поступил звонок на выезде ему. Это стерящая женщина? Да, сразу резко, раз, раз, и как это непредсказуемо, там все может очень быстро все произойти. А это частая практика подобного рода? летом очень часто. Но бывает, и когда лед уходит, начинает ходить, будет ходить, тоже бывает. Какие вот есть универсальные, так скажем, меры предосторожности? Может быть, сообщать, куда ты идешь, я не знаю, может быть, брать с собой какие-то пособия читать, местность узнавать, какие-то спутниковую связь брать, что нужно вот знать такой людям, универсальный куперечен должен быть, чтобы идти и спокойно провести время на природе? Главное, далеко не уходить, запоминать, куда ты идешь, запоминать обстановку, природу, откуда зашел, где зашел, как зашел. Ну, не знаю, может это сказать или нет. Главная беда это алкоголь. Вот и все. А вот вы говорите запоминать дорогу, как-то вот, в лесу, если грибники теряются, тоже частая практика, насколько я знаю, спутниковый телефон поможет или это ерунда? Если имеется спутникный телефон, конечно, пожалуйста. А каким образом происходит вот спасение? То есть звонят вам люди, говорят, мы где-то посреди реки, у нас какой-то остров, мы куда-то причалили, они же абсолютно не понимают, где они находятся. Мы это знали, что они восстали. Мы спрашиваем, откуда... Они уехали же куда-то, уплыли же дальше. Да. Мы спрашиваем, откуда начали движение, в какую сторону пошли, что видите, что не видите, какие сопки. Мы по карте смотрим, у нас на службе карта. Примерно. Смотрим, где, когда и зачем. Ну, примерно должны быть где. Потому что по моему сроку службы, сколько я работаю. Местность мы уже более-менее хорошо знаем, нашего Ангарского района. По-практически на том же месте, когда я находим. У меня, в общем, парень потерял ключ, не потерял, а сломал, когда открывал дверь. Квартира его, я в ней не прописана. Я звоню, мне говорят, Милочка, а вы не хозяйка? Это только через полицию дверь скрываем. Вот как в таком случае действовать? Вот как-то, ну, это же тоже экстремальная ситуация. Я не выйти, не зайти, не могу, он зайти, не может, и дверь не открывает. Во-первых, это ситуация бытового характера. Угрозы жизни человека нет. Мы выезжаем только при угрозе жизни человека. Вот и все. А кто спасает людей, которые дома замурованы? Тогда это как через полицию? В смысле замурован? Через полицию, конечно. Как и через полицию. Евгения, а бывали ли такие случаи, что, вот я знаю, иногда пожарные так, может быть, шутят, или это реальная заповедь? Нужно работать так, чтобы не пришлось спасать самого спасателя? Конечно. Первым делом это инстинкт самосохранения. То есть, реально такая заповедь у вас есть? Конечно, есть, да. А вот как реально поступить так? Вы изучаете каждый, например, случай? Техника безопасности. Вот эти 20 минут до них доехали, как вы успели территорию, я не знаю, изучить по карте? Это же все так быстро произошло. Буквально, пока дежурный общался, я уже забил в интернете карту, посмотрел, где можно быстренько подпустить лодку, и все. Это у вас такая слаженная общая команда. А сколько у вас человек в службе работает? Какой у вас режим работы? Интересно просто. Ну, у нас посуточная служба. У нас 15 человек вместе с начальством. Вы посудком работали? Да. И вы готовы вот в каждую минуту выехать уже на точку спасения? Конечно. Оценить, главное, оценить обстановку и действовать по нормативу. Для меня это невероятно сложно, когда ты не можешь расслабиться, и вот 24 часа должен быть постоянно-постоянно готов, как говорится, на стрёме, чтобы вот в ближайшем... Работа у них вообще непростая. А вот в интернете есть куча роликов, да и мы и сами снимали ролик, где спасатели животных достают из завалов, из канав, из всяких. Вам приходилось спасать животных? Приходилось. Один раз в заборе собака застряла, вытаскивали. Голову-голову просунула, вылезти не смогла. То есть вы выезжаете на такие, да? Да, выезжаю. Это, кстати, с достойного уважения. Мы знаем, что Майя и Наталья приготовили для Евгения благодарность, так скажем, официальную от лиц спасенных. Давайте. Очень благодарны. Держи, пожалуйста. Очень благодарны вам за то, что вы такие молодцы. Вы так настоящие профессионалы и герои, потому что это для вас, конечно, ежедневная такая работа, ну, как, можно сказать, обычная рутина, да? Вот люди там где-то потерялись, вот. А для нас это второй день рождения для всей нашей семьи, потому что мы действительно пережили очень тяжелый стресс и то, что вы для нас сделали, мы никогда не забудем. Вот это вот для вас. Мы хотели, поблагодарить вас и вашего напарника мы делали такие вот. Со спасателем кругом. Да, со спасателем кругом. Ну, а Машенька вам сладкие подарки приготовила. Спасибо. Да. Евгения, спасибо вам большое. Вам очень приятно все-таки, что вашу работу непростую отмечают. Вот многие говорят, знаешь, ой, это их работа, там, что там лишний раз. А все-таки у людей есть, во-первых, человечность, какая-то душевность. Вот не зря я спросила про то, спасательность животных, потому что я знаю, что бывают люди, ой, очень животные, нам спасти главных людей. Вот все-таки у них служба такая, что они идут на помощь всегда, как Чип и Дейл, как говорится. Спасибо вам огромное за ваш труд. Вы делаете дело, которое по-настоящему благое абсолютно для всех. Я очень рада, что наша программа сегодня украсила такая история. Она хоть и сложная, но зато она показывает какое-то добро, да? Да, человечная история, которая может произойти с каждым. Главное, что есть люди, которые могут прийти на помощь. Да, уважаемые телезрители, вы не попадаете в такие ситуации, а если попали, то знайте, что есть люди, которые всегда готовы вам прийти на помощь. У нас в гостях был Евгений Федоров, это спасатель второго класса юго-западного поисково-спасательного отряда Майя Наталья Флэштер, которых он спас своими руками, и маленькая Машенька. Спасибо большое. Спасибо. История, конечно, берет за душу. Но знаете, самое главное беречь себя и думать о том, что мы делаем. Ну или хотя бы, как говорится, в рубашке родиться. Мы же не нашли ролик, это такого рода пособие в форме мультика, как правильно себя вести в тех или иных экстремальных ситуациях. Проще говоря, ОЗУБЖ, Основу безопасности жизнедеятельности. Потому что, как правило, из уроков ОБЖ без практики мы мало что помним. Предлагаю посмотреть. Да что же он творит? Судью на мыло! Сколько раз говорить, не кури, когда я сушу белье. Присмотритесь. Одно неловкое движение и беда на порог. Еще чайник, вот и перегруз сети. Интересно. И так интересно, и всяк интересно. Здорово! 5-0! Победа! Я выиграл! Игра это здорово. Смотри, какой смешной лист. Мы опять выиграли! Главное, правильно затушить пламя. Да что ж с ним опять такое? Ну, я тебя сейчас... Вот так! Вот так! Ах ты! Да что же это творится-то? Эй! На помощь! Пожар! Пожар! Ой! Ой! На помощь! Как неожиданно! Огонь! Пожар! Пожар! На помощь! Уйди! Уйди! Погонь! Погонь! Помогите! Пожар! Что же делать? Вот тебе! Вот! Может солью? Нет, не помогает! Водой? Нет! Пожар! И когда успели захламить все? Балкон и дверь тоже закрыта! Что же делать? Внимание! Пожар! Быстрее бежать к выходу! Вызываем лифт! Положитесь во всем на меня! Кажется, пахнет дымом! Спокойно! Просто это что-то подгорело! Первыми беду чуют животные! Бежим к выходу! Только без паники! Ты знаешь правила ОБЖ? Сначала выясним, откуда дым! Гляди, что это? Я боюсь! Спокойно! Дым идет из коридора в нашу квартиру! В соседней квартире пожар! Бежим к выходу! Срочно набрать по телефону 0-1 И сообщить точные координаты пожара! Бежим на кухню! Я намочил платок под струей воды! Нужно намочить ткань и приложить к носу! И все мы сделали то же самое! И кошка тоже намочила платок! Теперь надо взять одеяло Фонарь! Укрыться одеялом! И никого не забыть! Мяу! Я слами! Так, накрывшись одеялом, покидаем квартиру и спускаемся вниз по лестнице! КОНЕЦ КАЖЕТСЯ УСПЕЛИ Мы действовали по правилам ОБЖ и теперь все хорошо! О пожаре звоните по телефону 0-1 Не перегружайте электросеть! Спички детям не игрушка! Не пытайтесь самостоятельно погасить пламя! Не загромождайте пути к выходу! Во время пожара пользоваться лифтом запрещается! Накройтесь одеялом и идите к выходу! Помимо того, что сегодня мы разговаривали про спасателей, сегодня ведь еще отмечается Международный день зрения, поэтому, как и обещали, мы будем сейчас проверять наши глаза. Да, проверять мы будем в таком упрощенном варианте. У нас есть доска, у нас есть маркер. Я протираю глаза и первый буду сейчас узнавать, какое же у меня зрение. Яна в процентном отношении мне расскажет. Давай, отходи сюда. Начинаем с больших букв. Давай! Ж, Ж, Женя. К, Константин. Р, Роман. Ш, Шаверма. Все, теперь я пользуюсь своим лайфхаком. Если я плохо вижу, я делаю вот так вот руки, у меня остается туннель небольшой и он акцентирует внимание на объекте. Вот сейчас я вот с помощью ручного бинокля, как называет его Яна, вижу, что это твердый знак. Правильно. И маленькая буковка самая. Давай я сейчас попробую даже сначала одним глазом. Сначала правым, буду как Джон Сильвер. Не вижу. Теперь левым. Не вижу. Теперь с помощью бинокля. Не вижу. Это буква С. Получается, ты раз, два, три, четыре, пять угадал, а одну не угадал. Это 90%? Пусть будет так. Правильно, если. Ну где-то 80 с чем-то, 83. Мне кажется, Женя на ходу говорит цифры. Короче, Женя в 83% зрение. Но если что, то табличка Минздрав предупреждает, мы ведь не врачи, мы можем ошибаться. Давай теперь поменяемся местами. Давай. Я возьму маркер, ты отходи подальше и я буду писать первую букву. У тебя бы вообще 100% до этого было? Все окей. Проверяем. Е. Е-е-е-е-е-е. К. Б. Екатеринбург, что ли? М. С. К. Точка. Молодец, ты даже. А давай я вернусь, ты напишешь, потому что я все угадала. Давай. Все? Не-не-не. А сейчас? И сейчас нет. Все? Видишь? Ну нет, я не вижу ничего. Плохо видно. Сейчас не вижу. В общем, произведя подсчет, мы поняли, что у Яны отгадала половину слов, поэтому у нее 50% зрения. Нечестная, я все угадала. У меня 83, Яна выигрывает чернику. Вот такой вот, Женя, у нас нечестный. В общем, проверяйте свои зрения, чтобы острота у него была самая, что у него есть, как говорится, острова. Это А, это КЦ, это то, в общем, это акцентология. Сегодня будем разбирать целых три слова. И первое из них это хаос или хаос. Вот я недавно в магазине встретила женщину, она отдыхала недавно в другой стране и приехала и просто коверкает все слова, как будто специально. Потому что она приехала из города Лаос. Не знаю, наверное, она просто специально коверкает. Тут обычное слово, например, слово булка, она булка говорит. Это к примеру. Вот зачем просто непонятно, это акцент какой-то изображает или что. Вот как раз для таких женщин будет прям прекрасно в том, что в слове хаос, хаос двойное ударение, то есть 50% на 50%. То есть она может смело говорить хаос, никто ее за это не наругает. Следующее слово. Ходатайство или ходатайство, как думаешь? Вот я, кстати, по-разному слышу, причем вот слышал такие варианты именно ходатайства от работников юридической сферы. А, ну вот, мне кажется, ходатайство. Ну, это такой сленг, да, узкоспециализированный. Ну, вообще, Вова быстрых любит говорить, что некоторые ударения звучат как-то по-колхозному, поэтому наверняка это не так. Ходатайство звучит как-то слишком по-колхозному, да, как казалось бы. Поэтому правильно будет, конечно, ходатайство. Если вы в суде услышите ходатайство, знайте, что это их сленг, пусть говорят как хотят, а мы будем говорить правильно, как в словаре указано. И еще одно слово, самое сложное. Последнее слово. Я маленькая, когда была, вот эти шарики резиновые, которые, не резиновые, а прыгучие шарики, которые прыгали до неба, называли мы их галчук, не каучук, да. Никто же не знал, что они состоят из каучука, поэтому их так называют. Я называла галчук. На самом деле, это довольно-таки сложное слово по написанию каучук или каучук. Правильно будет не галчук, не каучук, а ка-у-чук на последнюю у, на последнюю гласную. Такие слова мы сегодня разобрали. Хаос, хаос. Кстати, новое ударение тоже поставь, ага. Ходатайство, не ходатайство. Тут двойного ударения нет. И каучук, не галчук и не каучук. Вот такие сегодня слова были. Сегодня мы с вами разговаривали про зрение. И вот знаете, как только я вижу, сколько стоит свежая черника, я понимаю, что зрение у меня, в общем-то, и хорошее. Проверяйте, в общем, зрение. Будьте добры. Не попадайте в экстремальные ситуации. Желательно. Всего вам доброго. До свидания. Телец. Успешность этого дня зависит от того, как умело вы строите контакты с коллегами и партнерами. Близнецы. День с богатым потенциалом. Следите за новыми возможностями. Удачный период для поездок. Рак. Решайте финансовые вопросы. Делайте вклады и переводы. Оптимальный момент для инвестиций в личный имидж. Лев. Занимайтесь вопросами карьеры, налаживанием связей, расширением сотрудничества. Хорошо отдавать долги. Дева. В течение дня постарайтесь устранить беспорядок там, где он вас беспокоит. Весы. Вас посетят серьезные и полезные мысли или вплотную придвинется какая-то тема, которой предстоит заняться. Скорпион. Вы сможете найти реальное применение своему креативу, воспользоваться проблемами, которые обозначат ошибки. Стрелец. День благоприятен для поездок, встреч и спортивных мероприятий. Хорошо покупать одежду. Козерог. Оставьте часть времени. Для интересующих вас вещей не отказывайтесь от приглашения развлечься с друзьями. Водолей. Вы вложите средства в проекты, которые обещают вашей жизни больше комфорта. Рыбы. Будьте открыты общению, чтобы не пропустить возможность получения полезной информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова